Американский менеджмент сейчас учитывается у югонского менеджмента. Что в отношении к дайсминскому менеджменту? В какой отношении? В израильске. Тайсминский менеджмент имеет часть тех проблем, которые типичны для вас. Они также подчинены руководству. Люди боятся тех, кто стоит наверху, кто бы там ни был. Также они напуганы. Коммунизм нанес большой ущерб людям. Он разрушил их души. Люди боятся. Но они очень агрессивные. Они по природе, по культуре своей склонны к предпринимательской деятельности. Посмотрите, они очень активно занимаются предпринимательством. Они преодолевают свои проблемы благодаря духу предпринимательства, который в них очень силен. Я думаю, что проблема состоит в том, как управлять этими лошадьми. Они двигаются слишком быстро. Я читал лекции в Тишуанском университете, который является аналогом Гарварда в Китае. Там множество студентов. Они находятся везде, сидят на подоконниках, стоят в проходах, сидят на ступеньках. И когда я задаю вопросы, сразу поднимается 200 рук. Они буквально нападали на меня со всех направлений. Количество энергии, которое я наблюдаю в Китае, огромное. Энергия просто колоссальная. В этом случае проблема иная. Им нужно управление с привлечением сотрудников. Они должны уйти от преклонения перед авторитетами. Но если китайцам дать волю, они тут же начинают заниматься бизнесом. Выпусти его из помещения, он тут же организует компанию. Они очень-очень хорошие предприниматели. Следующий вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok